Хотел сказать рядовое, но, наверное, это было бы неправильно, потому что для нас это все-таки выдающие события. Мы уже который год подряд организовываем эту выставку, и она, конечно, служит, безусловно, в первую очередь, для нас, так скажем, каким-то итоговым результатом, экзаменом. Мы показываем свои достижения. Ну и обмениваемся, Харон Надевич иногда и критично что-то высказывает, в том числе и соседей наши привозят более лучшие достижения. Новая планка. Поэтому для нас это очень большое событие, очень рада видеть. Ксения Анатольевича, Вы очень скромно назвали это мероприятие. Это мероприятие уровня торстрового российского, потому что здесь присутствует практически без тяркого пахуса весь цвет профессиональной среды отечественного овцеводства со всех регионов. И это мероприятие, оно совсем по нашей оценке далеко не рядовое, оно традиционное, но оно очень значимое, очень масштабное по представительству, очень качественное по содержанию, и что важно, очень профессионально организованное. Вот это уже Ваша страна. Организационная страна. Второй раз я присутствую и отмечаю, что как-то прям уж. Спасибо, Владимир Натальевич. Мы рады, что мы стали некой своеобразной столицей, что ли, вот такого рода мероприятия и события. Я хотел сказать в том смысле, что рядовое, ну как бы вам сказать, это в принципе укладывается в канву всей нашей экономики. Экономика республики вообще зиждется на сельском хозяйстве. У нас другого просто быть не может. Мы не можем организовать там выставку IT-технологий и прочее, прочее. Но вот что мы можем показать наше животноводство и показать наше достижение, обменяться опытом, вот это мы можем. Ну, я должен отметить со своей стороны, что овцеводство по темпам прироста казахи поголубья, объем производства мяса баранины, шерсти тоже в динамике в период восьмой-тринадцатой годы демонстрируют такой поступательный рост. Формально, по выполнению целевых показателей государственной программы, мы в этой отрасли, в починовничьи, никаких изъянов не имеем, потому что все позиции выполняются со стабильной поступательной динамикой. И сейчас важно, чтобы мы уже работали в направлении повышения экономики отрасли через повышение качественных показателей. И через сегодня я выступал, пора в производстве мяса овец переходить от традиционно веками сложившейся кустарной системы доведения продукта от производителя до прилавка потребителя на цивилизованные методы, начиная от организации убоя, начиная от разделки, и транспортная логистика, и представления товара. Сегодня по этому пути первыми прошли овцеводы, птицеводы, свиноводы. И сегодня, когда в России за последние 6 лет объем производства брови удвоился, свинины на 1 треть темпа прироста, все госпитали, их опережают неизбежное падение НПХ, меняется культура потребительского мяса. Но мы сегодня стали потреблять мясо на уровне медицинской нормы, то есть достигли потребления... За счет этих двух категорий мяса. За счет этих двух категорий. 75 килограммов и даже с десятыми это уже сверх нормы. Сейчас нужно заместить импорт, а то динамика, которая складывается в птицеводстве, свиноводстве, это произойдет. И получается, что традиционное продукт овцеводства в этих 75 занимает всего там меньше 1,5 килограммов, и эта доля растет очень медленно, темпами отстающими от. А по качеству предложения до потребителя в виде товарного вида, она стала еще сильнее. Это правда. И вот этот момент мы как-то стараемся до самолома и аграрного, и бизнес-сообщества, которые в этом процессе додействуют, доносить. Владимир Иванович, я абсолютно с вами согласен. Вот именно поэтому, собственно, мы ожидаем, что с запуском двух дорабатывающих предприятий на территории Калмакии мы вот эту ситуацию, может быть, если не сломим сразу кардинально, безусловно, на вам, по крайней мере, отпустим в том направлении. Именно воспитывать послепительский рынок так, как это произошло со свининой, с мясом курицы, с мясом птицы, с мясом баранины и с мясом говядины. Ведь не секрет, на сегодняшний день рынок страны практически мясную и говядину не видят. Я имею в виду массового рынка. А если и видят, скажем так, на продукцию личных подсобных хозяйств, на оперативных рынках, прочее, 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 то, как правило, выбора кофтана с молочной промышленностью. Вот эти наши два предприятия, которые мы запускаем в этом году, первое, может быть, в меньшей степени, а второе, именно как раз и будет отвечать. Во-первых, оно будет полностью ориентировано непосредственно на потребителей, на сети. То есть это фасовка, это охлажденное мясо, ну и технологично оно будет отвечать всем требованиям. То есть практически, ну скажем, если не нулевая, то, по крайней мере, близкая к этому переработка. Я думаю, вот в этом как раз плане мы и правильно движемся. И это для нас было, кстати, важно, потому что наш сельхозтоваропроизводитель, фермер животновод, ведь он рассчитывает и ждет, что у него появится здесь, внутри региона, свой рынок сбыта. Гарантированный, не зависящий от сезонных колебаний и прочее, прочее. Сергей Морозович, если вы затронули тему уже говядины, очень тоже важный, мне кажется, момент. Поголовье специализированного мясного скота в Российской Федерации самое многочисленное в Республике Халмыки. Мы самый крупный регион, сектор специализированного мясного скотоводства в динамике развивается сейчас уже не ориентир на разные породы, породы мировые и интенсивные, но страна наша в большей степени, в большей своей площади расположена в зонах далеко не мягких, а климатических, и мы видим перспективу развития мясного скотоводства именно в большей степени в зонах, где традиционный земледельник не может быть конкурентом, а в условиях жестких, в экстремальных должны развиваться породы более приспособленные. И в этом смысле потенциал Калмыкии, как поставщика племенного скота калмыцкой породы, это для всех специалистов не секрет, адаптационные характеристики этого скота самые высокие и даже непревзойденные. Чего стоит только пример Якутии, прошлогодний, когда в тяжелых условиях, поздно осенью, уже по морозам завезли скоту туда, и в Якутии экстремальная была зима в этом году, они в этом году побили абсолютно минусы, у них там до 70 температуры доходило. И вот я общаюсь с коллегами, они все довольны, они все хвалят калмыцкий скот, который перенес зиму, перенес приплод. И самое важное, что в сравнении с другими породами материнские качества калмыцкого скота в сравнении с другими были несопоставимы вообще. Однозначно для себя это приняло решение, что вот идем теперь по этому пути. Это значит, что вот таким образом в зонах ранее не практиковавших мясное скотоводство будет востребован скот, и вы как такой хороший, большой, крупный поставщик скота имеете шанс стать уже таким настоящим племенным, знаете, был такой термин в советское время, госплеморассадник. У меня мечта. Если честно, Виталий Валентинович, именно это идеал может быть не сегодняшнего, может быть даже не завтрашнего дня, а в нашем животноводстве прийти к тому, что мы будем продавать не мясо, а будем продавать плед, будем продавать элиту и масштабировать ее для всей России. Я в прошлом году посетил целый ряд хозяйств, у меня было время направлено, выделенное только для посещения хозяйств, специализирующихся на разведении скота. Меня возили в благоприятные зоны, где есть зеленая трава, и в зоны, где на квадратном метре четыре хвостика полыни и больше ничего. Я вижу, что замечательный скот, надо его гарантировать, надо его... Вопрос всегда один в наличии или в недостатке финансовых средств. И поэтому, собственно, мы сегодня, конечно, вынуждены использовать наш мясной скот, во-первых, как промышленный скот. Но, тем не менее, уже сегодня, благодаря в том числе и министерству, мы решили практически вопрос с лабораторией. Это будет одна из лучших лабораторий на юге страны. В свое время я считаю, что у нас есть неплохая позитивная динамика в племенной селекционной работе и по овцеводству, и по крупному скоту. Сельское хозяйство, тем более животноводство, это такой вот длинный рубль. Но я думаю, нам удастся в ближайшее время у себя найти какие-то резервы. Для того, чтобы потом выйти на федеральное правительство, на родное министерство за помощью, именно то, о чем вы сказали. В идеале, конечно же, мы должны превратить в лабораторию, помимо, конечно, прогресса товарного скота, но выйти на продажу семян, продажу маточного поголовья, масштабирование его во всем, в этом степном поясе России. От астраханских степей до рельеф-божий, туда, до Урал. Близкие к нам климатические условия. Вы знаете, у меня порадовали информации о том, что решили вопрос о приобретении лаборатории, потому что я ехал с выставки и в голове, думаю, сейчас будет встреча с губернатором, буду говорить про необходимость. Вопрос решен. Замечательно. Вопрос решен. Вопрос решен. Вопрос техники и времени. Так мы за это уплатились. Спасибо большое. Мы со своей стороны, со стороны Федерального министерства, племенной блок будем поддерживать в овцеводстве, в Калмыкии, в мисон-скотоводстве, так и в приоритетном порядке, потому что это объективно, это правильно. Да. Спасибо. Продолжение следует.